Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые зрители! Когда я была в Москве, мне удалось попасть на уникальную выставку художника Ильи Репина, величайшего русского реалиста. Выставка произвела на меня сильнейшее впечатление. Многие работы, представленные здесь, я никогда не видела до этого. Все творчество Репина – это гимн жизни. Кстати, выставка будет проходить до 18 августа, так что москвичи могут еще успеть попасть на нее. А тем, кто не сможет на нее попасть, я сделала это видео. Репин, единственный из всех художников, сумел создать эпическое изображение российской жизни во всем ее многообразии, за что не раз подвергался критике, ругающих и называющих его всеядным. Да, он любил жизнь. Для его картин характерны тонкий психологизм, актуальность изображений и частое обращение к эмоциональному пику его героев. Он писал портреты только тогда, когда влюблялся в своего героя. У него было очень много друзей. Он очень любил жизнь и умер в 1930 году в возрасте 86 лет. Незадолго до смерти он начал писать картину «Гопак», но так и не закончил ее. С возрастом у Репина возникли проблемы с правой рукой, а она перестала его слушаться. И Репин, не желая отрываться от любимого дела, стал писать левой рукой. Когда он не мог держать палитру правой рукой, он скрепил доску для окрасок специальными ремнями, перебросил их через шею и продолжал работать. Прощаясь с друзьями, он писал им «Мне много было отпущено счастья на земле. Мне так незаслуженно везло в жизни. Все творчество Репина – это гимн жизни». Репина – это гимн жизни. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Одного и того же человека приезжать еще и еще. И их писал в группе, скажем, соседей по залу заседания. Продолжение следует...